Здравствуйте! Это Суть Дела. Неудачная попытка государственного переворота в Турции затмила собой даже чудовищный террористический акт в Ницце и страшной жестокостью расправы над неудачливыми путчистыми и непредсказуемыми последствиями для всего мира. Попытка переворота в Турции не оставила равнодушным никого. Вся общественность и штатные комментаторы в лице журналистов и политологов моментально переключились на Турцию, несмотря на еще дымящуюся кровь невинных жертв на променаде Зангле в Ницце. Драматизм турецких событий и возможность наблюдать за госпереворотом в прямом эфире буквально заворожили телезрителей и пользователей социальных сетей. По мере поступления информации из Турции нарастало и количество версий происходящего. Признаюсь, я тоже посвятил немало времени анализу информации о госперевороте из всех доступных мне источников. И вот какая версия была принята мной в результате как наиболее вероятная. Я думаю, надписи на этой карикатуре всем понятны, но на всякий случай переведу. Переворот в Турции – факт или фикция? Надпись на кинохлопушке. Актер Эрдоган. Фильм. Фальшивый переворот. Популярность взлетела. Сразу оговорюсь, это только версия. Но достаточно убедительно. Рейтинг Эрдогана и правящей партией справедливости и развития Турции – ПСР – в последнее время резко падал. Извинения перед Россией пока еще не конвертировались в экономический результат. Поставки овощей не возобновились. Туристы не прилетели. Недавнее заявление Эрдогана, что он даст гражданство трём миллионам сирийских беженцев, разочаровали даже многих верных сторонников президента Турции. Три миллиона возможных новых граждан Турции, можно сказать, добили власть и стали жирной точкой в её серии неудач. Вроде новые мосты открывают, на 100 лир пенсии повышают, а замеры показывали ситуацию еще хуже, чем в июне прошлого года, когда партия Эрдогана впервые за 13 лет фактически проиграла выборы. А ведь нужно делать президентскую республику. Если не продавить через парламент, то нужно проводить референдум, всё списывать на проповедника Фетуллаха Гюлена, который из США раскачивает страну, стало сложнее. Бизнес его сторонников разорвали. Все СМИ, ориентированные на Гюлена, уже давно властями взяты под контроль. А тут такой милый переворот. Миленький и рейтинга подъемный. Это тексты моих друзей, турецких журналистов и политологов, присланные мне в частном порядке. Поэтому фамилии авторов я называть не буду. Не дай бог, им это может повредить. Читаем далее. Странная хунта пошла. Три года назад площади Стамбула и Анкары были забиты противниками Эрдогана. Но хунта даже не пыталась осуществить переворот. А тут в июльскую жару хунте напекло. Она не стала задерживать высших должностных лиц Турции. Но на госканал войти смогла. Гордо объявила свое имя и военное положение. Хунта даже не знала, что в стране есть комитет регулирования телекоммуникаций, который может отрубить интернет по всей Турции. Глупая-глупая хунта. Имя хунты. Комитет мира в стране. Это все, что останется от переворота. И 200 погибших за то, чтобы кто-то получил в скором времени неограниченную власть. Потому что произнесенная за ночь всеми одиозными персонажами фраза «Победа турецкой демократии» это и есть референдум, на котором наконец-то произойдет последняя победа демократии. Предпохоронная. Одна из моих знакомых русских, живущая в Стамбуле, написала в социальных сетях «Народ со сковородками держался дольше хунты на танках и вертолетах». Снова слово профессионалам. Продолжаем праздник турецкой демократии. По подозрению в организации госпереворота решено арестовать 140 судей Верховного суда Турции и 38 судей высшего административного. Причем эти суди три дня назад открыто протестовали против законопроекта Эрдогана о переназначении судей по новым процедуре. Оказалось, военный переворот готовили. В пикетах. У Сталина заговорщиков и изменников находили все 29 лет его правления. Бухаринцы, троцкисты, оппортунисты, коллаборационисты, агенты финской, британской, турецкой разведок, буржуазные националисты и так далее. К 1953 году минимум полстраны так или иначе побывали членами хунт и хунточек. Дело врачей было уже в финале. Ждем хунту из воспитателей, боголейщиков и похловальщиков. Мэр Анкары Мелих Гёгчек заявил, что одним из участников попытки госпереворота в Турции был, как удачно, пилот, сбивший российский бомбардировщик Су-24. Тот самый совпадение. Не думаю, сказал мэр столицы в эфире телеканала Селенен Тюрк. По словам Гёгчека, летчик был членом организации проповедника Фетхолаха Гюлена, которую власти страны обвиняют в антиправительственной деятельности. Это был инцидент с самолетом, в котором участвовал один из пилотов этой структуры. Сто процентов, говорю, он был одним из участников путча. До сегодняшнего дня мы это не озвучивали. Но я, Мелих Гёгчек, говорю, что наши с Россией отношения испортили эти негодяи, заявил мэр. В повестке дня в Турции неожиданно появилась тема возврата смертной казни. Как сказал премьер-министр Бенали Йилдырым, «Поздравляю вас с праздником турецкой демократии». Как постановщик шоу Эрдоган не очень. Это самый ложевый военный переворот, который я знаю. Хотя, по-моему, он даже сам не понял, насколько вчера поставил Турцию на грань гражданской войны. Там расклад реально 50 на 50. Могло бы полыхнуть, как не ожидал. Но прокатило, сработало. Цели достигнуты. Конституция переписывается под всеобщее одобрение, что, видимо, и было главной целью переворота. Эрдоган, надо полагать, получит неограниченную президентскую власть. Оппозицию, которую раньше просто сажали на 120 лет, теперь расстреляют и уничтожат окончательно, ну, что, видимо, и было второй целью переворота. А Турция превратится в халифат с пожизненным султаном во главе. Осталось только Крым обратно в родную гавань Османской империи вернуть, и будет полный набор. Что ж, мои поздравления эрдоганской Турции с ее долгожданной победой над демократией и возвращению к скрепам, величию и мракобесию. Собственно, государственный переворот в Турции как раз и состоялся, но власть захватил. Эрдоган. Курдам мои соболезнования, конечно. Против чего происходят военные перевороты? Против действующего правительства. Были ли заняты какие-либо правительственные знания? Нет. Были ли попытки захватить правительственные посты? Нет. Были ли захвачены министры? Нет. Были ли взяты заложники, политические пленные? Нет. Были ли погибшие среди всех перечисленных? Нет. Так о чем мы говорим? Ах да, о военном перевороте. На кого и на что были совершены нападения? В Стамбуле захвачены мосты. В одну сторону, из Азии в Европу. Захвачен аэропорт Ататюрк. На час. Отцеплено здание генштаба. Корреспондент в прямом эфире показывал телезрителям, как такси не может проехать дальше по улице. Совершены нападения на полицейские участки. Полицейские отбивались, как львы. Произошла атака на парламент. Парламент не сгорел. Это же вам не Рейхстаг какой-нибудь. Это мнение турецких профессионалов-аналитики. Мне оно кажется достойным внимания. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова